Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1105. События дня. Второзаконие 32-35. У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. За 25 декабря 2018 года. И объявление. Интересное объявление. Нужно, необходимое, но не делал, пока не ткнули меня за это. Что же вы не сделаете объявление? Есть люди, которые желают помочь. Мать умерла, дети, четверо детей остались. Муж. Как она просила у Бога 10 лет жизни. А дальше, вот последний путь, проводы и поминки. Можно посмотреть, сколько, раз, два, три, четыре ролика. Тут без обмана. Ответ, помощь, как оказать. На карту Сбербанка. И вот сегодня получили письмо. Я сразу не догадался даже. Думаю, кто это такие. Кирилл. Мир вам. Сегодня, Настеньке, исполнилось три года. Два года и десять месяцев назад я приходила к вам домой рано утром. По пути в реанимацию. К своему маленькому ангелочку. Просила молиться за нее. Ведь врачи говорили, что шансов нет. Только один процент, что выживет. Тогда я еще не понимала, что для истинно верующего человека смерть – это приобретение. Был страх смерти. Тем более, ребенок еще совсем не видел мир и уже должен умереть. Это было трудно принять. Но Господь оставил мне и всем молящимся здесь на земле для укрепления в молитве. Произошло чудо. Она живет и радуется жизни. Помню, вы сказали, что если умрет, то Бог так хочет. Потому что не знаем, что этот ребенок может принести. То есть, какой вред, упомянув каких-то преступников. То есть, я практически показал и житие святого Фомы, как это было им сказано. Я беру-то не свое. Объясняй мне, что сами не знаем, о чем молимся. А если выживет, то будет пророком. Спасибо за молитву, Анастеньки. В феврале должна быть одна операция на сердце. Должна быть. Рядом уже, через месяц. Заранее просим молитву младенца Анастасии по святкам у зарешительницы Елена Скрынник. А Кирилл – это ее сын. Были в лагере они, я их знаю хорошо. Хорошие ребятишки. Дмитрий. Да благословитый Господь и Анастасию. Мы молиться будем, и теперь уже она у нас записана. Дмитрий. Игнать Иханович, мир вам. Разрешите узнать ваше мнение по поводу классической музыки. Можно ли христианину в свободное от работы время, несколько часов в неделю, посвящать занятиям игры на классической гитаре или фортепиано, музыка Битхоина, Моцарта? Вопрос какой серьезный. Ну, я знаю где, сразу открыл, вопрос этот нашел. И большая тема есть еще, но это я не стал трогать. В 11 томе открытым оком. Взял из 2 тома. Вопрос 732. Почему вы против музыкальных инструментов? Это мне записка в университете поступила, а ГТУ, где я был, вел занятия. Через это, или точнее при помощи их, возносится хвала Богу и в 150-м псалме, и при том хвалили громко. Я отвечаю. Я никогда не был против музыкальных инструментов, так что обвинение незаслуженное. Считаю, что Давид был прав, как и Моисей, что покорились Богу и вели в богослужение различные музыкальные инструменты. И бубенцы, и кимвалы брецали ими. Знакомая нам монашка Рязанова Александра Тимофеевна, за которой мы ухаживали, насельница Барнаульского женского монастыря, она жила пролетарская, 103. Вышедшая из него за несколько дней до расстрела обитательной всей лихой обители, тихой обители, рассказывала, что когда она была в Иерусалиме, то после своей литургии они, молодые послушницы, всегда бегали в католические костелы слушать музыку. И как бы мы ни толковали слово «гусля», «орган», что это якобы наши горта, не голосовые связки, однако в этом же псалме отдельно говорится именно о голосе, не подменяя одно другим. И даже на небе в вечности тайно зритель видел гуслистов, и притом не одного, а практически всех спасенных, кто победил грех. Вот я когда говорю, человек не верит. Вот когда привел местописание, ну все, действительно так и есть. Откровение 5.8. И когда он взял книгу, тогда четыре животных, двадцать четыре старца, пали перед агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные пимеама, которые суть молитвы святых. Откровение 15.2. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем. И победившие звери, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли божии. Откровение 18.22. И голоса, играющих на гуслих, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами, в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества. И шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. Повторяю, но мы православные крайне упрямы и упорны. И нам ничего нельзя доказать. То есть, не веря Библии, мы не покоряемся самому Богу. И даже явись сейчас Христоса апостола в наш сенот. И скажи о необходимости музыкальных инструментов для прославления Бога. Думаю, что и тогда они не покорятся. Вообразите себе мысленную картину Старообрядческого собора, на котором обреченные в тяжелые ризы епископы сидят с саксофонами и гобоями, электрогитарами и гуслями, и на морозовский распев сопровождают пение в день Пятидесятницы. Вот нарисуйте эту картину и поставьте сцену. Сергей Птушенко. Братья, очень полезное видео получилось. Тут показы, где Сергей, парализованный козлов, беседует с разными. Я на столько вопросов получил ответы. Благослови, Господи, братьев Сергея, помолитесь за брата Сергея скорбь от мира. И там с Греции Дмитрий выходит и говорит, видимо, после этого он сбросил два ролика мне. Не ролика, а как сказать, аудио. Говорит, простите, простите. Я думаю, еще он... А он там меня поносил. Он там, что я его вышеркнул, я его то-другое. А он о себе не говорит. Мне и говорили, говорит, он мусульманин. Подыгрывает только так. Первый раз только с ним переговорили. Он, уберите ролик. Там у меня знакомый, друг, мусульманин, нападает, то-другой. Я говорю, чего ради этого было? Он маленько успокоился. Давай мои книги узнавать. Что цену? Вот показал, там Библия есть. Это все по скайпу говорили мы. Ну и мне надо книги эти. Я сказал, какая цена, какой порядок. Все, все, все. Завтра я деньги высылаю. Проходит год, ничего нет. Да и дело в том, зачем это? Я отложил ему специально. Он говорит, останутся или нет, успею получить. А он, оказывается, за глаза там плетет и плетет. Мирской человек совершенно. Что вот и женить бы ему надо, его какая-то любит. Бороду там какую-то скобку оставил. Ну, как все еретики, щетина одна. А был с бородой. Я вчера его занес, заблокировал. Он ничего не принимает. И поносит, да зачем. И где еще найдет, то и подкидывает мне. Вот как у нас был здесь один в Потеряевке, уехал. Увезли его. Он где бы еще не нашел про меня. Про меня столько роликов составляют. Не, дорогие. И он их все скидывает. И скажет, на, смотри, подавись. Ну, распространяете зло. Нет этого ничего, что они придумывают. Вы ко мне пришли. А не я к вам пришел. К Антонию Великому пришел один. И стал спорить. Он говорит, послушай, кто к кому пришел? Ты ко мне. Так ну и сиди, слушай. Ко мне же вы пришли-то. На мои ресурсы. И меня же поганите. Гадите. Сергей говорит дальше. Дмитрий. Посмотрите, не поленитесь. Настолько в этом видео Сергей кратко, но в то же время очень глубоко, согласно Слову Божию, дает исчерпывающие ответы. Возможно, что с моей стороны сейчас излишние фанфары. Но я просто окрыленный, и благодать переполняет меня. Братья, простите меня за излишнюю назойливость. Сергей Птушенко. Хороший у вас комментарий к ролику. Дмитрий. Мне особо понравился пропатриотизм. Я, увы, горячий эмоциональный, и никак пока не могу смирить в себе эту некую ярость. Когда первый раз читал Евангелие, всегда понимал апостола Петра. А это то самое видео, на которое ссылается Сергей. Театр двух актеров. Там эта женщина Татьяна, про мужа, он оставил ее, этот Александр ее тут пришел и пишет. Две половинки нашли друг друга. Крик души. Елена Фаврова. Согласно с Дмитрием, я сфотовался, видео много, что говорил и писал Сергей. Это сильно. Обоих жалко, заблудшие души. И этот припарился тут по носителю нашу, потеряевский бывший блудяга. И они с ним сидят, разговаривают, не слушают, какой от него смердящий запах идет. Он вообще полностью, человек потерял все, и видимо, можно к нему вполне уже применимое, к евреям. Шестая глава, четвертый стих. Я подумал так, где такое страшное может быть? Ну вот, теперь я его увидел в нем. Да, так. От послания к евреям. Шестая глава, четвертый стих. Вот. До восьмого. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и садившихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого Голгола Божия и сил будущего века. То есть он все это имел. Ходил на занятия, по селам проповедовал, ходил. И отпадших стал еретиком. Стал по чужим женам лазить. Опять обновлять покаянием невозможно. Говорит. И садившихся, вкусивших благого Голгола отпадших, опять обновлять покаянием. Ибо невозможно. То есть нету жертвы за грех. Невозможно. Когда они снова распинают себя Сына Божия и ругаются ему. То есть над причастием, над всем он все издевается. Все православие похаял. «Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь». Ходил на занятия, проповеди слышал. «И, произвращающая зла к полезной тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая тернии и волши негодно и близка к проклятию, которого конец сожжения». К нему это полностью сейчас относится. Он проклятый уже и Богом, и людьми. И все вылазит везде. Они не верят. Сидит перед ними мертвец. Нет. И он таких же находит, где что-то неладно, в брачные сожития там, и пытается помочь. То есть он знает, как развращать. Как в чужую постель залазить, когда муж в храме. А то ужас какой-то. Но при таком положении бывает. Человек впал в грех, дальше и кается, и пить имя, плачет. Нет, он везде вылазит и учит, как любить жен. Все. Порубил. Ксения тут что-то говорит. Дмитрий Лемеш, сегодня даже отцу Петру Михайлову досталось в комментариях. Дмитрий, не говорите, Ксения, даже ему попало. Леонид, спаси Христос, чудесное, нравоучительное воспоминание ваше об отце и матери. Это на моей уже, на другом. Николай. Здравствуйте, дорогой Господи Игнатий Тихонович. Мне 31 год. Холостой. Верующий христианин с высшим гуманитарным образованием. Как и Рахиль, переживая, что не увижу вас. То есть, собирается, а меня уже не будет. Ну, 80 лет уже, крепость окончилась. Было желание потрудиться летом. Говорили с вами в начале июня 2018 года. И вы разрешили приехать. Но у меня не получилось совместить поездку с работой. Он деньгами помог христианка Марине. Ну, по-хорошему все. Потом, когда освободилось две недели, принял участие в экспедиции общего дела. Православные люди занимаются восстановлением деревянных храмов севера. Снял кое-что на телефон и смонтировал ролики. Межостров, 1908 год постройки. И Пегрема, 1750 год постройки. Если разрешите, приеду. Начиная с сегодняшнего дня, вот сейчас. У меня есть около двух недель. Готов выехать к вам ближайшим поездом. Если приезд хоть как-то обременит, буду ждать приходящего времени. Слава Христу! С уважением, Николай Американцев. Поищу. Написал письмо на почту Джастасу Уолкеру, о котором есть упоминание в статье. Стив Митчелл из Миссури был у него. Ну и дальше. По этого Джастаса. Если мы все напишем, может быть, он скорее ответит. Все, уже с женой его переговорила наша сестра Лидия Муранова. Она в штате Нью-Йорка живет там. Я пишу, возьмите на себя, пожалуйста. И другим верным сообщите, что вы помогли найти этого Стива Митчелла из Миссури. Скажите, что вы переслали ему данные про Потеряевку. У него много ребятишек. Так вот, лучшего места из защиты вряд ли найдет где-то. Такое еще, как у нас. Тут все православные. Чтобы он посмотрел вот эти ролики. Посмотрите, какие-то все про Потеряевку. На форуме, в Ютубе. И может ожидать ему приглашения приехать в Барнаул. Улица Ползунова, 6. В Потеряевке к весне могут быть возможности купить дом. Могут быть. Есть пример фермера Игоря Барабаш. И он подскажет, как и что нужно делать. Вот этот текст размножите, чтобы до Стива Митчелла из Миссури. И это дошло. И сделать это нужно быстро, точно, добросовестно. Как для Господа. Как известно, уже известно, как выйти на него. Но мне необходимо, чтобы кто-то перевел ему на английский. Он не понимает по-русски. Это довел до точки. То есть, чтобы он вам ответил, что прочитал. Это можно скинуть на его ресурсы в разных местах. Чтобы все же он наше письмо нашел. И вы про нас все знаете и скажите, что нигде в России такой возможности жить по-христиански. Чтобы была такая защита в молитвах от всего населения. Не найдет, как у нас. То есть, и дети, и школы. Дмитрий Игнатий Тихонович. Толкование на деянии апостолов. 21-39. Фефилакт утверждает, что мы, христиане, истинные иудеи. Честно говоря, я и сам так в своем подсознании всегда так понимал. Верно ли все здесь? Ну, правильно. Могу ли я, например, при разговоре с евреем так утвердить, что мы, православные христиане, истинные иудеи? Так как и объяснить. Ну да, не по плоти. Они-то плотски понимают. Вот это Авраама, семя родословное. А здесь уверовали дела, которые творит Авраам. То они не творят. Они многие враги креста Христова. Ведь на самом деле так оно и есть, что до воплощения Христа у еврейского народа была истинная вера. А после его распятия, нагромождение вымыслов человеческих. Лидия. Дорогой Игнатий Тихонович, если статья опубликована в вашей местной прессе, возьмите у них больше информации. Возможно, есть и адрес. По имени и штату нахождения невозможно найти объект. Увы. Это раньше писала, она день назад. А теперь уже нашли, и сегодня я ролики записал с Лидией. Задайте вопрос. Как человек без российского гражданства покупает земли на территории России? Это абсурд. Ну, то есть посредники. Я отвечаю. Уже известно, как выйти на него. Но мне необходимо, чтобы кто-то перевел ему на английский. Он не понимает по-русски. Вот так. Борис. Преподобный Симеон Новый Богослов. Богословствование. А тех, которые говорят о Боге, исследуют отцов в церкви не ради пользы духовной, а чтобы стяжать похвалу от слушателей, именоваться богословами. Вот здесь считайте. Верно богословствовать может только тот, кто исполняет заповеди. О, удивительное дело. Удивительное. Это кто говорит? Симеон Новый Богослов. Вот когда все у нас уже, все мы одинаково понимаем, я говорю, ну, теперь переходим к последнему. Симеон Новый Богослов или Исаак Сирианин. Вот два. Где это слово? Это вершина. Как добротолюбие. Не должно никому богословствовать с одним лжеименным знанием, не получив благодати Святого Духа. Вот какие слова он говорит. Крайне несмыслен тот, кто не очистившись, покушается богословствовать. Вот этот, которого сейчас я говорил при Любодеи. Любодеи, еретик, и он все богословствовать пытается, все лыжет на каждом слове, что в богословстве должно прежде родиться духовно. Кто воспринял Бога в себя, тот и сам будет богословствовать, и добрее поймет все богословие. Кающемуся не идет богословствование, и наоборот. Неузревшему божества, света, и не сделавшемуся Богом по усыновлению, непозволительно учить других и богословствовать. Богословское второе. Против тех, которые покушаются богословствовать, не имея благодати Святого Духа. Ксения. Замечательное интервью Игнатия Тихоновича на радио. Почти десятилетняя давность. Интервью с Лапкиным и ТГТРК Павел Лозовой. С Еленой Политыкиной. 2009 год. Даже не верится. Восемь лет прошло уже. Восемь, даже десять, девять лет. Ой-ой-ой. Ужасно. Лидия, скажите Стиву Митчелл, что если будет ему писать, что то враги наши, то чтобы он не слушал их. Кто по-божески живет, то они будут иметь и искушение. То есть они сразу нападают, ищут и заливают его грязью. Это ничего не сделаешь. Это как скопище демонов каких-то. Матфея. Разве выбросить ее вон на попрание людям. И вот этот. Любодей-то везде сходит со щитиной еретикта. ДС. На попрание людям. Римлянам. У стаих полны злословия и горечи. Вообще. Места писания, когда вот эти нащины считаешь только. Это человек, о котором, говорю, как на костре был, он считал о гордом дубе. О гордом дубе. Вообще, если кто не знает, это можно даже, ну, дать послушать, услышать. Сами зарядите. О гордом дубе там поет одна женщина. Откровение 2.9. Знаю твои дела и скорбь и нищету. Впрочем, ты богат и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи. А они не таковы. Но сборище сатанинское. Ну, где вот это найти, это я не могу сказать. Где, в каком месте. Это вот уже система ужала. Теперь я могу сказать. Это уже можно перевести в корзину, сбросить. Сейчас посмотрю, насколько те были по 700. Уменьшилось или нет. Вот стало там 340. Ну, это уже лишнее. А вот это тоже 700 было. А теперь 480. Ну, вот эти два. Сегодня говорил я. В Америке живет наш человек. Православная Лидия Муранова. Она уже говорила сейчас с Мичелой. С женой. У Стива. Стив. Я сказал Степан, наверное. Так и есть. Отгадал. Ну, где-то песнопение песни. Сейчас я посмотрю. В Гордом дубе. В Гордом дубе. Есть ли Кэлэмэнэо. Сатарусь. Нет. Нет где-то. Кэлэмэнэо. О Гордом дубе. Где-то нет. Я бы это сейчас нашел. Его мне надо включить. Но нет его. Я бы мог сейчас туда заглянуть. Попробуй снять вот это. Аппарат. Нет. Все. Я быстренько открою. Можешь показать. Слушатели мои. И все пока. Я сейчас быстро открою и в YouTube зайду. Вот. О Гордом дубе. Баллада о дубе. Все о дубе. О Архангельстве. Мы еще посмотрим. Ну, я не знаю тут. Грузинская Оксана. Ну, первая попробуйте. Она, нет? Вот эту вот. Ну-ка, сейчас посмотрим. Да, да, да. Она. Она, да. Не знаю, что это означает. В суровых горах Одиноко узкал Дуб гордую крону Свою преклонял Столетие немало Споры той прошло Как бурею семя Туда занесло Как бурею семя Туда занесло Немало он встретил Немало он встретил На долгом веку Обвалы и ветры И зной и пурпур Не раз свои ветви к земле он склонял И к небу с тоской О пощаде взывал И к небу с тоской О пощаде взывал Но выстоял дух И как воин былой Могучий с израненной В шрамах король Один на вершине горы он стоял И листья задумчиво в пропасть ронял И листья задумчиво в пропасть ронял И гордость тогда вдруг объяла его Нет в мире сильнее меня никого Все трудности вынести сам я сумел Заносчиво он над ущельем шумел Заносчиво он над ущельем шумел Блеснула вдруг молния Заносчиво он над ущельем шумел Ударил игрой И дух поражённый Умокрылся огнём Прогневел от неба Сейчас от того Что долгие годы Хранила его Что долгие годы Хранила его Каким бы талантом Ты друг не блистал Какою бы силою Хвалиться не стал Ты в Божьих руках И во всём он помог Но помни, что гордым противится Бог Но помни, что гордым противится Бог Вот так Там другая пела И Господь это показал И вот этот человек Был у нас на костре Это стихотворение Он очень выразительно говорил тогда И его постигло всё, что с этим думом было Всё пустил на разрушение Гордыня неимоверная Перед батюшкой стоял Плевался Батюшка говорит Потом плевки соберёшь отдельно Все По пустякам везде И дальше уже, как говорится За укусил И уже никакой возможности не было Не вернуть Ничего Ничего нету И теперь вылез учителя Совершенно обезумевший И необличения Он ещё не принимает И люди слушают А почему? Ну блудник, блудник У птицы слетаются к подобным себе Серахов так говорит Предупреждение дана Смотрите И ещё скажите ему Что я много лет уже молюсь о том Чтобы Бог прислал к нам Истинно верующих с детьми Может быть это уже и ответ На наши молитвы Тогда ты Стив Вместе со всеми твоими Ещё дороже для нас Как дар Божий Как ответ на милосердие Божие На ресурсе Стива Под разными его роликами По-английски Переведите и сбросьте Вот эти данные Про фермера И мою семью Дальше Игорь Барабаш Вот здесь Елена Барабаш Валентина Мир вам, Ксения Пишет Валентина Премного благодарю вас За этот выставленный вами ролик Отрывок из этой передачи Я услышал впервые Валентина Стартисон Пишет С этой Селиной Политыкиной В Потеряевке В 2009 году Из Динамика Установлена возле бани В Потеряевке Где мы стирали бельё Трансляция, по-видимому Шла в записи Но, к сожалению Не дослушала до конца Эту передачу Нужно было отвлечься На другие дела А мне Она из Германии приехала Крещение приняла Тут привезла своих детей Внуков И дочку А мне так хотелось Прослушать её полностью Уж сильно запала она Мне в душу И вот спустя почти Десять лет Я наконец получила Эту возможность Я же в делах интернета Совсем слаба И поэтому невероятно Рада полученной возможности Прослушать всё до конца Ещё раз Благодарю Вас, Ксения Слава Христу Роман Ибо если я благовествую То не о чем мне хвалиться Потому что это Необходимая обязанность моя И горем если не благовествую Первая Каринфина Девятая Сложными оправданиями Бездействия в деле Благовестия От лука Ума И лени Несусветной От отсутствия любви К Богу И к людям Мы придём Прямо в ад Поэтому не будем Искать оправдания Бездействию А будем искать Причины для благовестия Ведь известно Что ищет муха И что ищет пчела На одном и том же поле В нашем случае Будем искать У святых отцов Слова оправдания Нашего благовестия Тем более Что для того Чтобы благовествовать Не обязательно Богословствовать В прямом смысле Этого слова Достаточно Только произнести Слова радостной Новости Для всех людей Это интервью С Леной Политейкиной Павел Вот это Нажать и найдёте И вдруг На меня выходит Ещё Уже второй раз Женщина Сара Еврейка Я послушал интервью Очень было интересно И полезно Для меня узнать Откуда у вас Столько мудрости Я отвечаю От Бога Истинного Яков 1.5 Если же у кого-нибудь Из вас Не достаёт мудрости Допросит у Бога Дающего всем Просто без упрёков И дастся ему Я каждый день Молюсь об этом Но допросит с верой Немало не сомневаясь Потому что Сомневающийся Подобен морской волне Ветром поднимаемой И развиваемой Да не думает Такой человек Получить что-нибудь От Господа Человек с двоящимися Мыслями Не твёрт Во всех путях своих И 1.5 Да даст тебе Господь Смысл и разум И поставит тебя Над Израилем И соблюди Закон Господа Бога твоего Это я и это И уже Саре Пишу Ну Хороший у нас с ней разговор И она вдруг Вышла И фотографии мне на стол А 6 фотографий Посмотри какие фотографии Я понял что это она О себе говорит Вот она стоит В военной форме Это вообще Вот Надо поднять маленько Владя еще помоги Чуть-чуть подними Передвигать мне надо их Кого? Поднять меня А Другой снимок Вот передвигается Вот Вот она где Вот она Ну увеличить-то тут трудно будет Ну видно Видишь она Стоит какая форма Бундирование Женщина у них служит в армии И вот она стоит В брюках Лесо все измазано Чтобы ее было не видно Снайпер Снайпер не увидел ее И вот Воинская часть Где стоят Видимо она здесь Ну можно увеличить Больше сделать Ну вот так Больше-то как? Не сделаешь Не делается Никак Да не делается Вот она сидит Ну как-никак Ну можно маленько Наверное Нету да? Нет Нет Ну нету А вот когда поднято была Я бы сделал Ты мог же поднять? Я могу Пока что-то совсем люди не увидят Возьми аппарат А я эту сниму Сейчас свою Премудрость-то тут Нацеплю И сразу покажу Вот такое дело Сейчас я вернусь назад А вот увеличение Вот Ну а ты говорил Нету Это не то А что она у меня не движется Никуда Все вот сейчас Нет Значок этот выключите А вот Так я тогда и Поставлю все на место Давай У меня трудно тут Я сам себя снимаю Это сказать Ну то что говорю Вот Теперь Видишь какая красавица сидит Служат в армии Вот так И вот еще со снайперской винтовкой Видать сидит она тут Закрытое лицо А может быть не она А вот тут она Вот Вот Сара Может быть она не Сара Но Пожалуйста В армии служат все И ничего Ничего Вот здесь она улыбчивая какая Видишь Пожалуйста Это я уже научился тут передвигать Ну понятно Вот Сара И сразу она высла фотографию У меня она посмотрела Это вчера Так было Добрый плотник Спаси Христос Получает десятки сообщений В ленте новостей Где люди поздравляют с колядами И Рождеством Совершенно не понимаю О чем пишут Рождество Иисуса И рядом языческие атрибуты С козлами и другое Пришлось на днях Писать воззвания к этим людям Верю что кто имеет слышать Да слышит При двери великой тайны Рождения Иисуса Христа А он стоит у двери сердца Каждого человека Се стою у двери и стучу Если кто услышит Голос мой Отворит дверь Войду к нему Буду вечерять с ним И он со мной Откровение 3.20 Хотелось напомнить вам Что коляды и козлы И другая атрибутика Изычества Никоим образом Не связаны С Рождеством Иисуса Кто имеет уши Слышит да слышит Более того Для нас есть Очень серьезные Далеко идущие последствия От Господа Как благословения Так и проклятия Вас свидетели Перед вами призываю Сегодня небо и землю Жизнь и смерть Предложил я тебе Благословение и проклятие Избери жизнь Дабы жил ты и потомство твое Зарзакония 30.19 Почему тогда хороший человек На первый взгляд Терпит лишение Удара судьбы Два развода Неоднократные попытки Самоубийства Сына Жизнь степлится Его на таблетках Трудно представить Что переживает Сердце матери Это реальный Живой пример В святой Библии Есть такие слова Истреблен будет народ Мой за недостаток Ведения Так как ты отверг Ведение То я отвергну тебя От священной действия Передо мной Как ты забыл Закон Бога твоего Я забуду Детей твоих Ну это из Осии Видно 4.6 Мы в ответе За детей Какие праздники И как мы празднуем В кого мы веруем И как мы веруем Ненавижу Отвергаю праздники Ваши И не обоняю Жертв ваших Во время Торжественных Собраний ваших Амос 5.21 Ну и далее Пишет Вот это Прочитайте здесь И бесприкосовно Великое благочестие Тайна к Тимофею Сара пишет А как быть солдат Если он считает Что приказ Не мудрый начальника Поскольку я солдат Значит могла быть Она Это она Я говорю Об этом нужно было думать Перед поставлением Себя под начальством Если на греховное Побуждает То даже умри Но покорись Богу А не грешнику Удеяне 5.29 Петр же Апостолы В ответ сказали Должно повиноваться Больше Богу Нежели человеком Ну и что на это сказать Это действительно так И надо С этим согласиться Я не пойму Что у меня тут так Скосилось Это какой-то отвечает Бог создал русский народ Для того Чтобы показать Другим народам Как нельзя жить Америка Вот Показал Как заголовок Галина Галина Влеска В село Верх Слюдянка Усть-Калманского района Это на восток От Олейска Ближе к Горному Алтаю Пастбища Проигрывают С мамонтовскими Да и с потеряевскими Поселениями на земле А главное Хорошей поддержки Возьмые отношения С госбюрократами При становлении Своего хозяйства Верх Слюдянки У Стива Увы не будет Никто не будет Ходить в заплатах С седой бородой Простить шевелиться Госслужащих А поддержка В его ситуации Архив важно Это надо взять Говорит Нашла Про СМ Интригующее фото Много приемыш И радость И его энтузиазм Воплотиться Более безболезненно В потеряевке Безусловно Но глаза Американские С хитринкой Вот интересно Подметила же она это Ну Я это все Отошлю Отошлю Жена его Получше Теперь связь у нас Установлена С перекладными Валентина Благодарю Игнать Тихонович О Прочитала Наталья Игнатий Мир Вашему дому Прослушала Свидетельца Селены Замечательная Искренняя И очень приятно Было слушать Ведущую разговор Женщину Так она просто Говорила Я слушала И плакала Представляла себя На место Елены Если бы у меня Украли дочь Это невыносимая боль Для матери Можно только Поскорбеть Вместе И молиться Так моя мама С четырьмя детьми Мучилась И бегала И работала Я все очень Четко И хорошо Помню Отец Сходил на работу Как заработает Так потом Все пропьет Приходилось маме Оставлять нас дома И ходить Подорабатывать То на рыбном заводе То в хлебопекарне То бабушкам Помощь Мы выросли Трудолюбивые Потому что Наша мама Всегда работала Не было времени Даже отдохнуть У нас было большое хозяйство И мы все С шести лет Многое умели делать И вставали рано Отец совсем неверующий Даже хулил Бога И мама Видимо из-за него И тяжелой жизни Никак не может прийти Что во всем Господь и воля его Спаси Христос Мне понравилась Эта передача Странно В детстве Я всегда любила Слушать радио Но в основном Ловила каналы С английской музыкой Как такую Замечательную программу Не услышал Не знаю Игнать Тихонович Если у вас На ютубе Канале Отдельный плейлист Как например Доброта любия Вот эти радиопередачи Чтобы можно было Включить И слушать не переключая Искать Да все это есть Ищите сами Я ничего не найду Валентина Игнать Тихонович И слова ваших стихов На самом деле Проникает Не в тело Не в сердце А много глубже Она строчку взяла оттуда Благодарю вас Полный восторг Аллилуйя А злословище вас Пусть отойдут На задний план Наталья Кажется Это та самая женщина Которая обиделась На Игнать Тихонович И не захотела выйти Опять побеседовать С ИТ У которой муж Смотрит канал ИТ Да она и есть То Тамары Там Татьяна С тебя на разными именами Стала выходить Совершенно видно Неверующая Платок надеть Нет Как ей люди скажут Не слушается мужа А теперь ропщет А брак не венчан И он его Под топор Ставит Не нужно Этим меритикам Рекламу делать Сергею Птушенко Просмотры накручивать Только больше людей Будут за собой в ад уводить Верно Ее стиль общения И Тей Сразу просчитал Просчитал Да конечно И отказался дальше общаться Я перестал с ней общаться И Черный список занес ее Елена Фаур Это та самая краля Господи помилуй Дай Бог терпения Сергея Бесноватые начали атаку Артем Доброго здоровья Игнать Тихонов Часто считая последования Ко святому причащению Задумываюсь над тем Что было бы весьма удобно И правильно Если бы вместо повторяющихся По смыслу молитв Мы считали какую-нибудь одну Пусть достаточно длинную И даже очень длинную Но без повторяющихся Много раз оборотов В древности Эти многие святители Учителя церкви Записывали своим Духовным учреждам Передавая слова Молитвословия Которыми молились сами Ну вот об этом он пишет И прочитайте дальше Я согласен Согласен с ним Десятки раз Сорок раз Господи помилуй Я отвечаю на этот Ну можете написать И говорит Думаю у вас получилось бы Это прекрасно И многие христиане С большим удовольствием Пользовались этой молитвой Спасибо вас Христос Я пишу табу Запретная тема Рахиль Доточняков довела Не только Сергей Однако А Лена Паранойя там Однако написала мне Такое Рахиль В комментах Да Мне написала Еще крупным шрифтом Господи помилуй Такое чувство От них Что как Испачкался Да Трясти прах С ног Жалко Сергея Да Брату тяжело Приходит Ну и дальше О нем Что говорили Рахиль Спаси Христу Обращается К тем Которые Упражняются В ней Сера Как надо Ветхий человек Умер А новый Еще не родился Прошу Господа Милости Чтобы мне Дал возможность Приехать к вам На окрещение Хочется Максимально Достойно Подготовиться К этому Самому Главному В жизни Событию Вот только Мирно Брасывается На меня Со злобой Великой Сводя на нет Все мои усилия Семена Прежней жизни Дают свои Всходы Учусь Терпеть И подниматься После поражения И стихотворение Атолия Сама написала Никто не узнает Как трудно бывает Тому Кто решил На канате Пресать Но радость Свобода Его вдохновляет Он боль Побеждая Идет танцевать Прессун Наклонился Сейчас мы услышим Как рухнет Надежды Последний оплот Но помощь Приходит Откуда-то свыше И снова Прессун Выпрямляясь Встает Под вопли И хохот Под свисты Сомнения Глупцов Раздирающих Душу Того Кто жизнью Рискуя Дает представление Лишь ангелов Крылья Страхует Его Прессун На канате Нам дивно И странно Что смог Он подняться Над злобой Людской Над завистью Жадной Над подлым Обманом Того Кому верил Наивной порой Канат Ненадежен Всего лишь Мгновение Отрезок На карте Судьбы Непростой Начало пути Это дата рождения Финал Это вечно Заветный покой Никто не узнает Как сердце Страдает Того Кто решил На канате Плесать Но вера В нем Новые силы Рождает Он нас вдохновляет Идет танцевать Ну неверующее Стехотворение Верующие знают Вот возьмите У подобного Там была Тоже по канатам Лазила Разбилась И он ее на руках Держал мертвую И не верил Что еще Примите от меня Стишок Который я посвящаю Вам и Сергею Парализованному А также В вашем лице Всем тем Что сердце Как колокол Без устали Призывает нас Ко спасению Извини Извини Мой колокол В обители Свою приглашай И то что сердцу Так дорого На кровлях Провозглашай И пусть Тобой Пронзенная Взымает В небо Душа И славит Христа Спасенной В обеке И все времена Пронзенная Взымает Чего взымает Кого что Не взымается Ольга Будьте благословенны Ну вот такое Написала Ольга Показать Наши ресурсы Это вот Мой мир Мой мир Этот мой мир Много дает мне Ленточный вариант Ну ленточный Посмотреть можно Форум Сколько у нас зашло Учера человек Это форум Это отдельно 347 Больше на 100 человек Чем в прошлый день Вот Ну и дальше Это у нас Наш Видеоканал Видеоканал Вот он Много здесь есть И Православный Библейский сайт Ну и думаю Что на этом Сегодня все Слава Богу